приветствую вас на моем канале и сегодня речь пойдет о подводной лодке проекта 667 вообще возникновение самой идеи о постройке подлодки вооруженной баллистическими ракетами связано с одним интересным фактом он заключается в превосходстве соединенных штатов перед ссср в данной сфере ведь как известно начиная с конца пятидесятых до конца следующей декады в америке успели сконструировать четыре типа стратегических ядерных подводных лодок это были джордж вашингтон главный корабль в серии из пяти атомоходов и тонален уилл роджерс лафаэд каждый из них входил в систему polaris американская ядерная программа тех времен будучи вооруженными баллистическими ракетами дальнего и ближнего действия всего в этот период в мс соединенных штатов насчитывали 41 подводный ракетоносец они располагали шестьюстами пятью десяти шестью ракетами в сумме в ссср того времени были лишь 37 единиц такой техники и всего 104 ракеты которые могли запускаться только с поверхности воды разумеется такой расклад не устраивал советское правительство это дало толчок всей корабельной и ракетостроительной промышленности к созданию отечественной подводной лодки сопоставимой с зарубежными аналогами так родился проект 667 на борту должны были размещаться баллистические ракеты r21 крупного размера выпускающиеся из ракетного комплекса д-4 однако проект остановился на этапе проектирования из-за выявленных недочетов и появления новых ракеты комплексов поэтому было решено доработать проект 667 на 667 а в котором применялись малогабаритные р-27 стартующие с д-5 главным конструктором назначили ковалева по проектам которого были построены 92 субмарины после выполнения технического проекта в 1963 году были внесены поправки в вооружении спустя три года начались испытания первой модели к 137 ленивец в ходе которых была достигнута скорость в двадцать восемь целых и три десятых узла вместо планируемых 25 в 1967 году ка-137 официально встал в строй в мэф ссср именно субмарины этого проекта стали самыми многочисленными во флоте страны в боевой готовности были 34 единицы впоследствии подводные лодки проекта 667 а модифицировались получая в основном новое ракетное вооружение новая подводная лодка атомная с ракетами баллистическими ларт официальное название проекта 667 а получила двойной корпус легкий корпус изготовлен из стали а прочные из маломагнитной стали толщина прочного корпуса 40 миллиметров а его цилиндрическая форма составляла около девяти целых и пяти десятых метров в диаметре стальные переборки способные выдержать 10 атмосфер делят атомную подводную лодку на носовой отсек торпедного вооружения отсек для аккумуляторов и размещения экипажа центральный пост два отсека с размещением ракетного комплекса d5 сухого типа дизельный отсек отсек атомного реактора два отсека с паротурбинным оборудованием отсек для электродвигателя в процессе строительства подлодок типа навады еще одно название проекта 667 а использовались и дорабатывались технологии понижения уровня шума еще одной особенностью лодок данной модели является эшелонное расположение агрегатов такое размещение обусловлено тем что каждая силовая установка находится в отдельном отсеке благодаря этому облегчается техническое обслуживание а поломка не будет мешать другим устройствам работать так как они изолированы подготавливая проект конструкторы позаботились об условиях для экипажа поэтому в подводной лодке навады превосходные условия для личного состава каждый из жилых отсеков имеет свое кондиционирование и звукоизоляционные технологии служащие на субмарине могут разместиться в малых кубриках рассчитанных на нескольких человек или отдельных каютах для офицеров предусмотрена кают компания а для мичманского и старшинского состава впервые выделено отдельное столовое при необходимости это помещение превращается в спортивные залы кинотеатра инженерные сети вроде проводов труб и так далее тщательно скрыты наличие таких условий просто необходимо в автономном плавании ведь психологическое давление довольно велико габариты наваги внушительно ведь в длину она составляет около 128 метров при ширине чуть меньше 12 метров надводное водоизмещение 7640 тонн а подводная 11500 тонн во время надводного хода подлодка оседает примерно на 8 метров от поверхности воды на своей рабочей глубине в 320 метров навага развивает скорость в 16 узлов всплывая на поверхность она может выдать до 26 узлов максимально возможно погрузиться на 400 метров экипаж может находиться в подлодке до 60 дней субмарина приводится в движение разными типами энергетических установок главная энергетическая установка представлена двумя автономными блоками каждый блок состоит извода водяного реактора использующего воду как замедлитель и теплоноситель паротурбиной установки и турбогенератора с автономным приводом сумме такая установка выдает около 52 тысяч лошадиных сил оба атомных реактора размещены в защищенном седьмом отсеке субмарины а парогенераторы их аппаратура и оборудование находится в восьмом и девятом отсеке для помощи основной энергетической установки в подводной лодке предусмотрена многофункциональная дизель электрическая установка она состояла из двух дизель генераторов под которые был выделен шестой отсек подводной лодки проекта 667 а от этих дизель генераторов работает аккумуляторная станция заряжая свинцово-кислотные аккумуляторы размещенные во втором отсеке задача аккумуляторных батарей и дизель генераторов это обеспечение атомной подводной лодки электричеством случае неисправности реактора на борту подводной лодки навага установлена довольно продвинутая для своего времени радиоэлектронное оборудование в него вошли информационно управляющая система тучи гидроакустический комплекс керчь и радиолокационный комплекс альбатрос и многое другое в подводной лодке разного года выпуска отличались навигационные системы к примеру в самых последних моделях выпущенных в конце 80-х годов и позднее применялась уже спутниковая навигация ракетный комплекс д-5 состоит из 16 шаг с размещенными в них ракетами rsm-25 массой 14,2 тонны и дальность полета ракеты 2400 километров подготовка к запуску занимает до 8 минут по нормативам высота траектории до 620 километров сами ракеты имеют отделяющую моноблочную боеголовку мощностью 1 мегатон в тротиловом эквиваленте ракетный комплекс д-5 позволяет вести залповый огонь с интервалом 8 секунд что успешно испытывалось на практике пуск совершался с глубины 40 50 метров из торпедного оружия на подводной лодке 667 а установлены два типа торпедных аппаратов на носу 4 крупнокалиберных 533 миллиметра торпедных аппарата для противокорабельных торпед и два меньших по калибру аппараты 450 миллиметров для противолодочных торпед и ракет общий боекомплект составлял 20 единиц для защиты с воздуха использовались передвижные зрк типа стрела работающие с воздушными целями отечественные подводные лодки мурена груша кальмар и дельфин это модификации проекта 667 а все они представляли мощь ядерного потенциала советского союза и россии в дальнейшем кроме того на одной из представительниц проекта 667 бдрм названный новомосковск удалось получить уникальный опыт дело в том что принимая участие в операции бегемот 2 ракетный отсек подводной лодки проекта 667 b был опустошен полностью это означает что были выпущены все 16 ракет дальнего действия такое достижение никогда не повторялось ни атомными подводными крейсерами российского в мс не зарубежными подводными ракетоносцами среди всей этой техники 667 проекта следует подчеркнуть уникальность модернизированного проекта 667 а то атомной подводной лодки груши в отличие от других представителей носивших полистические ракеты это субмарина обладала комплексом до звуковых крылатых ракеты с 10 гранат основное применение атомного подводного крейсера груша находила у берегов соединенных штатов в качестве средства патрулирования и наблюдения однако внедрение новых технологий гидролокации в этой стране позволило обнаруживать субмарину в настоящее время эта функция возложена на другие малошумные типы подводных лодок из-за чего следовало увеличить дистанцию от берега а это в свою очередь означало увеличение дальности поражения ракет так на свет появилась мурена с меньшей шумностью и усовершенствованным r29 на борту последней модификации 667 является лодки проекта 667 бдрм дельфин с его борта возможен пуск не только баллистических ракет r29 и рем но и искусственных спутников он был совершен на уже знакомой атомной подводной лодки новомосковск находясь в подводном положении она выпустила ракету носитель с первым искусственным спутником земли производства германии еще один пуск был сделан ракетой штиль-1 поднявший на околоземную орбиту еще один искусственный спутник земли apple проекта 667 бдрм обладают высоким потенциалом модернизации поэтому начиная с 2012 года идет перевооружение и ремонт субмарин этого типа кроме того в 2011 году конструкторы смогли создать новую версию старый r29 мурму 2 применявшийся на борту дельфина разработка получила название r29 мурму 2.1 новая ракета способна нести 12 ядерных блоков малого класса и обходить более современные и совершенные противоракетные комплексы подводные лодки проекта 667 бдрм постепенно передают эту роль подводным лодкам проекта 955 барей если вам понравилось видео поставьте лайк и поддержите канал подпиской вас ждет много интересного